Пиздец! Руководить, короче, тремя-четырьмя военнослужащими, которые не говорят по-русски, но это тот еще геморрой, кто в свое время служил, когда привлекались к несению службы представители наших малых народностей, особенно с Кавказа, где они 10 слов знают на русском, из них 9 матов. Я вас имел, я кадыровец! И что такое, короче, управлять этим нерусскоязычным безобидстадом? Я сомневаюсь, что у нас столько специалистов по азиатским языкам, конкретно по корейскому языку будет. У нас русский русск, вот они всегда понимают. Молния, друзья, мощные взрывы в Белгороде, практически рухнул жилой дом. Беспилотник попал в жилой дом. У россиян паника, началась тотальная эвакуация. По России идут фашистские русские марши. В великом многонациональной сверхдержаве проходят ультраправые митинги под имперским флагом во главе с местными церковными деятелями с лозунгом «Мы русские! С нами Бог!». Это лозунг нацистов, гитлеров. Зачистки проходят в Чечне после обстрела колонной Росгвардии. Мужчин задерживают для отправки на войну. Первое боевство уже произошло в Курской области, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника ГУР. Пишет, что северокорейские войска попали под мощный обстрел украинских военнослужащих. У нас русский русского не всегда понимает. Десять слов, десять матов. А как управлять этим нерусскоязычным стадом? Такие расистские, ксенофобские заявления российских военных по отношению к представителям Кавказа и северокорейским солдатам. Тотальный расизм, ксенофобия, неприятие ничего другого. То, что есть в современной России, друзья. Поставьте лайк этому видео. Это мой YouTube-канал Даша Счастливая. Мы сегодня посмотрим, какие взрывы в Белгороде, какие проблемы в российской армии и какими были первые боевые столкновения северокорейских солдат с вооруженными силами Украины. Друзья, мы начинаем этот блог. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь. Нас практически полмиллиона уже. Мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру. Поэтому поставьте лайк, напишите комментарий, откуда вы нас смотрите, из какого города, из какой страны. Если вы поддерживаете Украину и смотрите нас из России, лучше смотрите нас через VPN. В комментариях напишите, что вы думаете об этой ситуации. Итак, через действия и задействия российского рэп беспилотник попал в жилой дом в Белгороде. Дрон влетел в здание на улице Каштаново, на районе Новая жизнь. Об этом пишут Пепел и База. По данным МАШ, беспилотник залетел в одну из квартир, а там взорвался. Взрывом выбило оконные рамы, окна и покрытие на фасаде. Повреждены три этажа и около 20 квартир. Уже произошла эвакуация. Смотрим. Пиздец! Тем временем ксенофобия продолжается на России даль. По России идут фашистские русские марши. В великое многонациональное сверхдержаве, это, конечно же, троллинг, но не по отношению к многонациональной, проходит ультраправый митинг под имперским флагом во главе с местными церковными деятелями с лозунгом «Мы русские, с нами Бог». Это вообще фашистское заявление, именно это выражение использовали нацисты при Гитлере. Русский марш изначально задуман как крестный ход прошел по улицам Нижнего Новгорода. Посмотрим. Мы, русские, за любовь! Мы, русские, за любовь! Как сообщили агентства в центре САВА, визуальное шествие оказалось больше похоже на русский марш. По России идут фашистские русские марши, ну а мусульмане к этому относятся крайне негативно и готовят ответы. Тем временем зэд-патриот Газманов приехал в Нижний Новгород петь свой хит «Россия» в одежде вражеского для России бренда «Прада». Но постеснялся этого и скрыл логотипы, потому что его шапка стоит больше одной средней зарплаты нижнегородца, а куртка, как, внимание, друзья, семь с половиной средних зарплат. Итак, вчера на России отпраздновали День народного единства, единства рашистов, путинистов, убийц, мародеров и военных преступников. Естественно, это мракобесие не обошлось без «Ура!» патриота Олега Газманова. С его пропагандистской песней «Вперед, Россия!» Правда, путинист, сейчас мы посмотрим это видео, появился перед россиянами не в импортозамещенном шерпотребе, а в куртке и шапке от итальянского бренда «Прада». Наряд стоил Газманову, внимание, друзья, свыше 350 тысяч рублей. Смотрим. Ну а тем временем в психиатрической клинической больнице день открытых дверей длиною в 25 лет. Город Герой Москва. День освобождения Отечества от польских оккупантов. Сегодня наш черед. Мы будем освобождаться от американских фашистов. И сделаем это механизмом нацеливания наших стратегических ядерных ракет на территории США. Дадим чрезвычайные полномочия главе государства, полномочия Путину, точка РФ. На Вашингтон, точка. Как написал Александр Невзоров, День народного единства всегда возбуждает всех умалишенных России и удесяти теряет их силы. 4 ноября, от 24 года, не стало исключением. Патриоты мумеризовались и показали США и НАТО ту самую, друзья, вот она справа, куськину мать. В последствии с посольством США состоялся традиционный парад шизофреников. Патриоты стянули значительно возросшие военно-технические мощности. Вот они, да, еще раз без звука покажем их. И нацелили смертоносный картон своих ракет на вражеское логово. Судя по перекошенным рожам, все были готовы нажать красные кнопки. Для этого в «Жигулях» красился валый цвет головка прикуривателя. Вражеское логово минуты две рассматривало идиотов, а затем помахало им ручкой и опустило жалюзи. Ну и теперь к важным новостям. Северокорейские солдаты уже прибыли в Курск область. Их 10 тысяч уже произошло первое боестолкновение между вооруженными силами Украины и северокорейскими солдатами. Они попали под артиллерийский огонь. И не только по информации очевидцев. Они совсем не такие, как на этом видео выглядят. Пока северокорейцы будут находиться в тылу Курской области, а русских орков уже переправляют из Курской области в Украину, таким образом корейцы не будут на данный момент воевать на территории Украины. США могут и дальше ограничивать Украину в использовании оружия по военным целям в России. Итак, министр обороны Украины уже официально сделал заявление о том, что первое боестолкновение в ИСУ и военных КНД уже произошло в Курской области. Об этом сообщают в том числе сотрудники ГУР. Пишут, что северокорейские войска попали под обстрел украинских бойцов, но расистскую армию это не устраивает. У них конфликт, опять же, ксенофобия, непринятие. С огромным количеством мата. Я все это почистила. Один из расистских военнослужащих заявляет о том, что страны, народы Кавказа, этого региона, как и северокорейцы, некомфортны для расистов и некомфортно с ними общаться. Они не понимают приказов и оскорбительно называют их стадом. Давайте посмотрим на эту ксенофобию, неприятие, расизм и ужасное отношение к другим народностям. Они же расисты, убийцы, считают себя великими, великими монстрами, ну а все остальные их недостойны. Страшная нация, которая не имеет права на существование. Это сложный язык. То есть руководить, короче, даже тремя-четырьмя военнослужащими, которые не говорят по-русски, но это тот еще геморрой, кто в свое время служил, когда привлекались к несению службы представители наших малых народностей, особенно с Кавказа, где они на 10 слов знают на русском, из них 9 матом, короче, понимаете? В общем-то, и что такое, короче, управлять нерусскоязычным безобидстадом, потому что очень трудно их организовать. Они понимали только матом, потому что там шло только все через матюги, и все по-другому. Тут так не будешь делать. Как это будет выглядеть, пока затрудняюсь ответить, потому что я уже сказал, языковой барьер это очень сложно. Я сомневаюсь, что там даже, допустим, они решили перебросить нам 15 тысяч личного состава, где 15 тысяч хорошо знают русский язык, даже хотя бы на урагональных командах. А насколько это сложно, короче, да, ради переговора вести, то есть у нас русский русского-то не всегда внимает. Ну, то же самое и у нас. Я сомневаюсь, что у нас столько специалистов в азиатским языках, диалектики там и конкретно по корейскому языку будет. Можем сделать прогноз, что северокорейский солдат убьют сами расисты, которые любят всех убивать за то, что они не знают русского языка. То есть, по сути, это человек, который слово без мата не говорит, потому что я лично запикивала и вырезала все его мата и потратила на это полчаса. Он произнес слово на букву Б раз 30 за этот тезис. И он еще обвиняет представителей других национальностей капказов в том, что они не разговаривают без мата. Рашисты убивают с матом, разговаривают с матом, насилуют с матом, мародерят с матом. Они живут с матом. Теперь про Чечню. Зачистки проходят в Чечне после обстрела колонны Росгвардии. Мужчин задерживают для отправки на войну. С возвращением силовиков к практике зачисток сообщает мемориал. Сотрудники Росгвардии и МВД начали проводить обход домовладений, проверять документы жильцов и выяснять, не находятся ли у них в домах незарегистрированные лица. При малейшем нарушении нормы правил в Чеченской республике мужчин, которые годны для отправки на войну в Украину, доставляют в отделы полиции. Я такие статьи, я тебе накину. Самое важное, что 24 октября у села Петропавловское в Чечне обстреляли колонну Росгвардии. В результате обстрела в официальной версии погиб один сотрудник, еще один был ранен. Как предполагает мемориал, со ссылкой на местных жителей нападение совершили сами силовики для того, чтобы в ответ провести зачистки и собрать людей для отправки в Украину. Росгвард Мурзагулов мне в интервью сегодня, он вышел на моем YouTube-канале, говорил о том, что на самом деле этот беспилотник был выпущен специально из Республики Дагестан или из Курской области дагестанцами, в том числе для того, чтобы Рамзан Кадыров посчитал, что это войсо атаковали Чечню и отдал чеченцев на убой против вооруженности Украины для того, чтобы они воевали против Украины. Вот такая вот стратегия Кремля на сегодняшний момент. Тем временем на праздновании Дня народового единства Путин встретился с детьми, у которых отцы погибли на войне без отцовщины, и им президент пожелал дальнейшего счастья без отцов и здоровья без отцов. У детей Путина, кстати, отец на войне почему-то не погиб, но не взяли, наверное, из-за его инвалидности. Это, конечно же, троллинг. Смотрим. Президент тебя обнял, да? Да. Как ощущения? Я очень... одновременно обрадовалась, но не переживала. Ну, потому что не каждый день такое случается. Я очень благодарна нашему президенту Владимиру Владимировичу за такое вот мероприятие. Что Владимир Владимирович тебе сказал? Он спросил про мою семью и за дату гибели моего. Божелал дальнейшего счастья и здоровья. Тем временем, друзья, в Нижнем Новгороде открыли выставку, на которой показали муляж убитого украинского солдата. На главной площади страны муляж убитого украинского солдата. Теперь вот в каждый музей это все хочет сделать Путин, но на самом деле руководит Россией политический труп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тем временем, друзья, мы не страна, мы континент. И это вызывает злобу. Патриарх Кирилл Гундяев заявил, что другие страны просто завидуют России, ее мощи, ее величию, красоте, уровню жизни населения. Ну вот этот жуткий муляж, который сделали расисты, посмотрите справа. И это все об этой страшной, ужасающей стране, которая приходит на территорию независимого государства, нападает на нее и совершает все акты ужаса не только на территории Украины, но и на территории России. Итак, на встрече с будущими героями СВО Гундяев отметил, что с запада до востока РФ все хотят поработать, но Бог спасает. Тем временем, Путин, Путин, друзья, слушайте, а что это за жест такой Путин делает? Что это? Из какой религии? Православный ли? Тем временем, в этой прекрасной стране, как сказал Гундяев, жители Курской области массово записывают обращение к Путину, потому что после так называемого СВО переместилась в Курскую область война. Многие россияне покинули свои дома, потеряли их, ковровыми бомбардировками расисты обстреливают Курскую область. Ну, Гундяев, это, конечно же, Россия, это прекрасная страна. Но правительство, которое развязало войну, не соизволило позаботиться о своих гражданах. Жители села Шептуховка вместе с главой сельсовета Юрием Пкачевым в многочисленных видеообращениях жалуются на власть, что власти до сих пор не помогли им жильем, к тому же не была организована эвакуация, к тому же Россия стреляла по своим же. Нас потихоньку подводят к мысли, что нас вернут обратно и построят сиротские домики. Мы против этого, мы не рабы, мы должны иметь право выбора. Если государство запустило эту ситуацию и не смогло нас защитить перед врагом, ну, враги это, понятно, для них сам кремлевский режим, то пусть возьмут на себя ответственность и хоть как-то устроят нашу дальнейшую жизнь, заявила одна из местных жительниц. В ответ власти Курской области заявили, что прорабатывается вопрос оказания поддержки жителям приграничных регионов в течение нескольких десятков лет. Друзья, посмотрите это видео, а я прощаюсь с вами, поставьте лайк этому видео, у нас практически полмиллиона, будьте с нами, будьте на светлой стороне, поставьте лайк этому видео, подпишитесь, а в комментариях напишите географию просмотров, откуда вы нас смотрите и несколько топовых слов в поддержку вооруженности Украины. Смотрим. Я Ковалев Васильев Иванович, житель села Шептуховки, Корневская района Курской области. Обращаюсь к вам за помощью, так как в один момент потерял все, что долгие годы тяжелым и честным трудом зарабатывал и строил. Я пенсионер, уже нет здоровья и средств, чтобы восстановить все утраченное. Дом, постройки, гаражи, сараи, сельхозтехника, 54 головы крупного рогатого скота, которые пришлось оставить, уезжая под обстрелами ВСУ. Теперь погибли от всего, от всего осталось только сожженный кирпичи и металл. Имущество, которое осталось, осталось разграблено еще до пожара. Я многодетная мама, у меня дети приемные, у меня дети воспитываются 9 человек детей до 18 лет, 5 человек после 18 лет, двое собственных детей. И все дети приезжали ко мне домой. Из-за той ситуации, в которой мы здесь оказались в Курске, мы, лично я, бьюсь во все организации, стучу во все двери, но никто в ней эту дверь не открывает от слова совсем. То есть, на данный момент мы живем у дочери в двухкомнатной квартире, которая съемное жилье. А нам нужно, чтобы мы жили хотя бы в относительных условиях, после того, что то случилось. Дома у детей была отдельная спальня, отдельная комната, большая кухня. А здесь у нас этого ничего нет. Мы спим на полу, нам даже раскладушки некуда поставить. 50 тысяч человек жизнеосканавливают. Нас не показывают, а нас не думают. От нас прошло просто отмахивание. Все бы было ничего. Мы бы и дальше ждали, если бы знали, что. Нас потихоньку подводят к мысли, что всех вернут обратно. Построят нам типовые сиротские домики, баконные коробки, и все забавится. Мы против этого. Объясняют тем, что на их предприятиях некому будет работать. Но ведь мы не рабы. Мы должны иметь право выбора. Если государство допустило эту ситуацию и не сумело нас защитить перед врагом, то пусть возьмет на себя ответственность и хоть как-то устроит нашу дальнейшую жизнь. Ихния хозяйство подсобное, ихния техника, все сгорело. Пожалуйста, не затягивайте. У людей накипает уже от боли и от страданий. Уже они не могут найти себе место. Они начали так же, как и я, записывать видеообращение и просить о помощи. Уважаемое правительство, примите, пожалуйста, наконец-то какой-то законопроект. Потому что последние два месяца, три месяца, мы слышим, что законопроект разрабатывается. Приложите небольшие усилия для ускорения продления этого законопроекта. Потому что некоторые люди хотят вернуться. Когда война закончится, когда все это прекратится. А вот я напомню, что прямо накануне, когда вот там стояло войско, и все в Рыльске тоже обсуждали, вот там сейчас зайдет огромное войско, польское. И Господь берег, берег, берег. И уже как бы люди расслабились. Здесь пчеловоды подают коллективный иск на миллионы. Там сначала хотели на 160 миллионов даже иск подавать к монастырю. Там лживый иск. Хотели денег, хотели заработать с монастыря. Потом, когда мы шум подняли, дым до небес поднялся, говорят, да вы что, только там на 6 миллионов. Но даже на 6 миллионов засудить нищий монастырь. И когда приехали мы снимать репортаж, вот это поле посмотрели, из-за которого весь сыр-бор идет, вот тут все стало понятно. И там вот как рассказывали, что даже пчел у кого никогда не было, записывались в эти списки. А там вот проскочат, значит и остальные могут верениться пойти. А у кого даже пчел никогда не было. Вот что было перед большой и всей этой страшной историей. Вот спрашивают, когда все это закончится. Когда мы перестанем судиться с монастырями. Когда мы перестанем воевать с Богом. Когда мы перестанем от Бога отрекаться. И жить как бессмертные в земном плане. Мы бессмертные в плане небесном. Субтитры создавал DimaTorzok